В конце октября Украина впервые применила на Донбассе разведывательно-ударный беспилотник Байрактар. Его использовали в ответ на обстрелы села Гранитное, чтобы уничтожить артиллерию пророссийских боевиков, которая находилась там, нарушая Минские соглашения. Быстрота и точность ликвидации военной техники противника поразила всех и вызвала настоящую истерию у пропагандистов Кремля. Украина закупила 12 байрактаров у Турции. Благодаря точечности и точности ударов, украинская армия может ликвидировать военные объекты и вооружение российских прокси без потерь. Ну нужно понимать, во-первых, что любое высокоточное оружие, оно понижает количество погибших гражданских и вообще количество смертей среди некомбатантов. Действительно ракеты небольшие, которые поражают конкретно именно цели, а не накрывать площади. Именно такие удары продолжатся, то есть по военной инфраструктуре, по военным объектам, строго по ним, далеко от гражданских объектов, в особенности по тем калибрам и по тем вооружениям, которые запрещены договоренностями Минскими. Несмотря на ажиотаж вокруг украинского байрактара, на Донбассе ударные беспилотники используются уже давно. Правда, в первую очередь со стороны пророссийских боевиков. И сделаны они, по словам экспертов, кустарно из гражданских дронов. То есть они берут квадрокоптер, прицепляют к нему какой-нибудь фугасный снаряд и сбрасывают его. Это очень часто и очень много мы видели на Донбассе. Они фактически совершают военное преступление тем, что они используют вот эти беспилотники для забрасывания на наши позиции вот этих противопехотных мин. Эта тактика, она на самом деле далеко не новая. Ее пионерами выступали на Ближнем Востоке Бельгии и Исламского государства. По словам эксперта команды «Конфликт Интеллиженс Тим», которая занимается расследованием военных конфликтов, Россия не поставляет свои ударные беспилотники боевикам на Донбассе. А разведывательные «Орлан-10» залетают либо со стороны РФ, либо запускаются с территории Ордло под контролем кадровых российских военных. Все это российское и все это достаточно сложное, чтобы передавать это в руки так называемых боевиков. Можно предполагать, что их используют непосредственно военные российские федерации, которые либо с территории России, либо с оккупированных территорий. Я уверен, что если Россия из охотченных задействовать, она задействует со своей территории эти ударные беспилотники. Помимо этого, из территории России самой прилетают «Орлан-10» беспилотники. Это тоже беспилотники разведывательные. Но здесь такой момент. «Орлан-10» он корректирует удары артиллерии. То есть ударов артиллерии, кстати, запрещенными калибрами, запрещенные минскими договоренностями, они были бы невозможны, ну или не были бы возможны такими точными эти удары, если бы не «Орлан-10», которые прилетают с территории России. Самые типовые и распространенные беспилотники, которые находятся сейчас на вооружении у России, это «Форпост» и «Орлан-10». Они могут совершать разведку и корректировку огня. Если говорить об ударных, то, по словам экспертов, это беспилотник-охотник. Сейчас он находится на испытании. Это им построил Израиль, продал технологию, помог построить завод в Екатеринбурге по этим беспилотникам. Но, видите, это предыдущее поколение. Израильтяне же тоже хитрые ребята. Они же не продали им свои современные беспилотники. Они им продали вчерашние, которыми они уже не пользуются. Применение такого высокотехнологичного оружия на Донбассе Кремль явно напрягло. Владимир Путин пожаловался немецкой канцлерке Ангеле Меркель и даже отдал приказ более интенсивно работать над технологиями беспилотных аппаратов. «Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, работать так же напряженно, как это было в последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта». После применения Байрактара на Донбассе Кремль обвинил Украину в нарушении Минских соглашений. Стоит отметить, что в Минске два упоминания о запрете на использование беспилотников вообще нет. Этот пункт есть только в первых Минских соглашениях. Запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов БПЛА. За исключением БПЛА, используемых мониторинговой наблюдательной миссией ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне. Но, во-первых, Байрактар после покупки Украиной является ее собственностью, а не иностранным беспилотником. Также о запрете использования любых видов летальных аппаратов говорится в комплексе дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, согласованных в июле 2020 года. Там же указано, что ответный огонь допускается только в случае, если он открыт по приказу военного руководства сторон. После безуспешной попытки использовать координационный механизм СЦКК. Когда Украина задействует свои беспилотники, это никак не нарушает минские договоренности, потому что речь идет, что территория Донбасса временно неподконтрольная, но вот когда Россия использует все беспилотники, которые прилетают в свою территорию, она, конечно же, нарушает минские договоренности. Из-за того, что технология беспилотных летательных аппаратов достаточно новая, она на данный момент до конца не регулируется нормами международного права. Это довольно новая сфера, и, естественно, она не получила собственных ограничений. Можно, наверное, рассчитывать, что в будущем появятся ограничения на использование автономных роботов, которые сами принимают какое-то решение. Тут действительно есть большая сложность, потому что, например, дроны «Камикадзе», которые были задействованы в Накурном Карабахе в войне в прошлом году, и которые сегодня всеми вооружаются, Россия в том числе производит беспилотники, дроны «Камикадзе» «Лансет» у себя начала производить ударные, они вообще никак не регулируются, не регламентируются международными актами, нормами войны. Активизация использования беспилотных летательных аппаратов приводит к установлению новых правил ведения войны, в том числе информационной. Точечные удары по военной инфраструктуре боевиков теперь вряд ли смогут создать правильную картинку для прокремлевских пропагандистов, которые вот уже восьмой год рассказывают о том, что украинские военные бесконтрольно обстреливают мирных жителей Донбасса.